Здравствуй вас, 1122 сборка, новый игровой системный блок, построен на базе процессора AMD Ryzen 7 1700, 8 ядер, 16 потоков, с частотой в турбо-бусте до 3,7 ГГц. Система охлаждения у нас Deepcool H-mini на двух тепловых трубках, более чем будет справляться с этим процессором. Материнская плата у нас на B450 чипсете, Гигабайт, B450MH, 8-пиновая колодка в цепи питания, есть возможность в будущем поставить и четвертое поколение Ryzen, хотя этого процессора, наверное, будет хватать надолго. Стоит SSD накопитель на 240 ГБ VD Green, форм-фактор M.2, интерфейс SATA, видеокарта GeForce GTX 1650 Super, на DDR6 памяти. Очень мощная производительная видеокарта, вполне так, самая лучшая из видеокарт сегодня на рынке в таком диапазоне, так тем более. Новая архитектура, DDR6 память позволяет 15% выиграть у легенды видеокарты, это GeForce 1060 на 6 ГБ, так что и новая видеокарта будет не намного дороже, чем бушная. 600-ваттный блок питания, более чем хватит для этой видюхи, видюхи всего лишь 100-ваттная. Планка памяти 1 на 16 ГБ, двухранговая. На частоте 2666 МГц, фирма AMD Radeon. В перспективе можно поставить вторую планку, получится двухканальный режим, еще и для двухранговой памяти в двухканальном режиме. 16 ГБ, мне кажется, скоро уже будет не хватать. Ну и такие вот корпуса у нас пришли новые. AeroColminence Saturn 120-мм кулер с RGB-подсветкой спереди. И мы добавляем сюда уже кулер назад, на выдох. Сверху он также прозрачен для воздуха, есть возможность установить и водянку. Корпус довольно-таки широкий, есть отступ от материнской платы. Сверху у нас такой фильтр. Разъемы только 3.0 сверху. И сбоку будет закаленное стекло. Раньше AeroCol. Даже в дорогих корпусах не хотели никак закаленное стекло ставить. Теперь даже дешевые корпуса. Стоимость корпуса без заднего кулера стоит 2200. И он уже идет закаленкой. Плюс широкий. В общем, хороший такой вариант. Хороший мощный системник. Тихий. И производительный.